Все мы часто ругаемся на школьников в доте, но собрать хорошую команду не всегда возможно. А почему бы не сыграть всем подписчикам вместе? В доте все, к сожалению, не поместятся, но есть игра, где все смогут играть одновременно, да и геймплей там динамичный, как видите. Игра доступна без скачивания, ссылка на неё под видео. Пока регистрируйтесь, и эпическая битва начнётся 26 декабря в 19.00 на сервере Гриммельш-арене города Кингсхилл. Заходите, знакомьтесь друг с другом, играйте! Всем привет, с вами Игорь Линк, и это новый выпуск «Кто проживает на дне океана?». Я получил от вас огромное количество писем, но одно из них прямо-таки обратило на себя моё внимание. Кто проживает на дне океана? Начало игры, казалось бы, не предвещало никакой беды. Чувак сразу сходу пикает алхимик, и, казалось бы, раз он так быстро его пикнул, то, видимо, он знает, что делает, и, наверное, он умеет за него играть. Очень многое скилли игрока, можно сказать, увидев его стартовый закуп. Так, например, вот этот закуп означает, что игрок, сделавший его, долбовеб. Чем ты, сука, хилиться собрался? Или ты думаешь, что благодаря этому кольцу, которое даёт три брони, тебя вообще не пробить будет? При игре с алхимика очень важной задачей является забрать стартовую руну, ведь благодаря третьей обилке алхимик получает с неё не 100, а целых 500 голды. Именно поэтому сейчас рядом с алхимиком два союзных персонажа, чья задача помочь взять ему эту самую руну. Но кому нужна эта руна, когда можно два раза ударить инвокера, который взял эту руну? А потом с подгоревшим пердаком побежать за ним на ХГ и кинуть в него стан первого уровня? Упс, а что это такое? Кажется, у нас проблемы, мы сейчас ФБ отдадим? Да нет, ну что вы, как это? А нет, всё-таки отдадим. Я уже слышу кукареканье из комментариев о том, что он не стал покупать хилки, потому что собирался взять эту руну и купить себе боттл. Но ведь он не взял эту руну, и теперь у него нету ни боттла, ни хилок, ни даже денег на хилки. И что же делать в этой непростой ситуации? Правильно, самое время отправиться в лес и постелить крипов у лайфстилера. Но как внезапно оказалось, стелить крипов это не такое уж и простое занятие. Ведь как ни странно, лайфстилер не хочет, чтобы у него стилили крипов. Что же делать в этой ситуации? Не беда, ведь у нас есть станд, который вообще-то нельзя использовать на крипов, тупой ты дебил. Знаете, я искренне надеюсь, что каждый раз, когда он подрывался на колбе в игре, в реальной жизни он ударялся рожей об стол. Но даже после всего этого, в комментариях наверняка найдутся такие же отбитые дебилы, которые начнут защищать его, и говорит, что это лайфстилер забрал лес у алхима, который изначально туда собирался. Да, но только скажите тогда, пожалуйста, каким же именно способом он собирался фармить этот самый лес? Пока что он, даже пытаясь застелить крипов у лайфстилера, умудрился просрать половину хп. Но вот лайфстилер отправляется на базу, чтобы восполнить здоровье, и алхимику упадает шанс показать, как бы он фармил лес один. В общем, без лайфстилера фарм у него не очень задался. Но Гули, видимо, как-то не очень хотелось возвращаться обратно, поэтому он отправился как можно подальше от этого идиота. И лишь тогда до него дошло, что возможно стоит скооперироваться с аппаратом, который сейчас стоит в соло на топе. Которого, кстати, уже дважды загонгали, потому что он не создан для того, чтобы стоять против двоих на линии. Аппарат настолько оказался рад его приходу, что даже обмазал его дополнительным уроном, дал тангус и буквально положил ему в рот всю пачку малых крипов. Но зачем стоять и фармить крипов на линии с аппаратом, когда можно отправиться дальше сосать члены в лесу в полном одиночестве? Но будьте уверены, в самый неожиданный момент он выйдет на лайн, чтобы зарешать. По-моему, он получает какое-то особое удовольствие, когда его собственная колба прилетает ему в лицо. Иногда он просто стоит на базе, зачем-то включает ее и она прилетает ему в лицо. На таймере 9.32, а это значит, что самое время сделать что? Правильно, проверить руну! Ну вот незадача, до руны-то еще 30 секунд, но ничего страшного, ведь все это время можно походить вокруг, зайти обратно к Рошану, постоять у Рошана, походить у Рошана. Господи, так может ты вообще отсюда уходить не будешь? У тебя тут столько интересных занятий и постоянно руна рядом будет появляться. Окончательно сойдя с ума на 12-й минуте, он попросил аппарата подойти к Рошану. Ведь теперь у нашего идиота есть ульта, это значит, что можно спокойно забирать Рошана. Только вот что-то как-то не очень быстро он забирается, и я даже не уверен в том, кто больше ему урона наносит, алхимик или аппарат. Хотя, судя по скорости снижения здоровья, возможно он вообще просто от старости умирает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но даже убитый Рошан не спас их от поражения. Но могла ли вообще победить команда, в которой алхимик, имея вот такие вот итемы, вместо Владимира покупает себе доминатор? Нахер ты вообще это кольцо тогда покупал в начале? А если вы мне не верите, что это было на самом деле, то вот вам айди-мачи, можете сами убедиться. Ну и на этом на сегодня всё, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и, кстати, я примкнул к рядам стримеров, и теперь стримлю практически каждый день доту и другие игры. Ссылку на стримы вы можете найти в описании. Ну и на этом я с вами прощаюсь, с вами был Игорь Линк, не играйте как мудаки, всем пока!